Сейчас в эфире новости короткой строкой. Давайте узнаем, какая цена вопроса у русской ярмарки и при чем здесь голливудский актер. Проект, в котором принимал участие Стивен Сигал, получил поддержку от правительства России и президента. Компания «Русские ярмарки» рассчитывает на участки в 170 городах. Минпромторгу, Минэкономразвитие и губернаторам до 29 ноября этого года поручено оказать максимальное содействие компании «Русские ярмарки». Она намерена прийти в каждый регион и такие переговоры уже ведутся. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 55-60 миллиардов рублей, а купиться вложения должны за 8-9 лет. Медицинским работникам, которые приедут на Ямал по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер», в 2020 году планируют платить больше – 2 миллиона первым и миллион вторым. Увеличение подъемных связано с заявлением президента России на Дальневосточном форуме. Путин сказал тогда, что для отдельных регионов выплата должна быть в два раза выше. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики уже рассматривает новые суммы для арктического региона. К слову, в этом году по «Земским программам» на Ямал приехали 17 специалистов. В Новую рингой привезут Кубок мира по пляжному волейболу. Напомню, российская сборная в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского одержала победу на чемпионате мира в Гамбурге. В финале игроки встретились с командой из Германии. Наши одержали победу в сухую со счетом 2-0. Российский дуэт впервые выиграл золото мирового первенства. Уже с 15 ноября и по 17 декабря каждый желающий сможет сфотографироваться рядом с наградой во дворце спорта «Звездный». Ольга Бузова попала в список любимых артистов ямальских тундровиков. Для конкурса каверов на Ненецком «Поющие голоса» артисты из села Ныда перевели на родной язык песню «Мало половин». Три девушки создали настоящий клип со спецэффектами, а до конца приема заявок осталось 2,5 недели. Записывайте полярную версию известной песни на видео и выкладывайте к себе на стену с хэштегом «Кавер на Ненецком». После этого композиция автоматически попадет в виртуальный чарт конкурса. Наталья Риховских, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.